Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня у нас с вами видео про покупки Валдберрис. Начнем просто с моей покупки, которая стала таким моим фаворитом. Вы просто не представляете. Короче, видите вот это потрясающее звездное небо у меня на фоне. Я купила это звездное небо, и я уже два месяца просто дико наслаждаюсь тем, что сейчас в моей квартире. Я с ним принимаю ванну с этим звездным небом, медитирую, занимаюсь йогой, засыпаю, просто включаю как ночник. Короче, просто супер вещь. Сейчас я включила режим звезды плюс вот такая галактика еще. Это все можно регулировать, делать разные режимы. Есть вот такой вот очень красивый красный режим, зеленый, синий. Очень красивый такой мягкий свет белый. Вот прям когда я не хочу напрягаться, не хочу напрягать свои глаза, не хочу никак отвлекаться на этот свет, я просто включаю вот этот белый режим. Мне очень нравится, как это работает, как ночник, прям очень круто. Кстати, также есть таймер, и очень удобно, что вы можете поставить на таймер, и через час оно само выключится. Даже если вы будете не использовать никакие таймеры, через два часа он сам погаснет. Поэтому с ним можно засыпать, не боясь, что он будет работать всю ночь. Также здесь есть очень много режимов музыки встроенных, и можно также использовать Bluetooth. Вот. Я использую и как колонку, и включаю музыку, которая здесь есть, она как будто подходит для засыпания. Короче, просто супер-супер находка. Мне очень нравится, очень зашло. Я как человек, увлекающийся космосом, все, что с этим связано, вы знаете, что я обожаю космос. Космос — это вообще моя жизнь. Мне кажется, не прошло бы ни одного дня в моей жизни, как я не думала о космосе. Просто космос каждый день в моей жизни. Я хожу в планетарий, я состою в клубе космонавтики, в общем, смотрю все фильмы про космос, различные учения. Вот. Но несмотря на то, что я люблю космос, я ни в коем случае не верю в астрологию. Вот прям, нет, космос люблю, да, увлекаюсь, но ни в коем случае никакая астрология, никакие таро, ничего с этим связанного и вам не рекомендую категорически. Вот. Потому что многие почему-то, когда знают, что я люблю космос, увлекаюсь всякими различными учениями, связанными с нашей Вселенной, то многие думают, что я почему-то могу верить в астрологию. Но на самом деле для меня это две очень полярные вещи, абсолютно никак между собой практически не связанные. То есть для меня астрология — это не наука, это псевдонаука, просто для развода людей, для зарабатывания денег. В общем, так вот. Это такое небольшое лирическое отступление. Вот. Я довольно-таки осознанный человек, взрослый, и я уже в том возрасте, в котором в сказки не верят, да, в котором опираются на какие-то знания, и любой человек, который имеет образование, который умный, который начитанный, он никогда не будет верить вот таким вот людям, которые вас заставляют верить в карты. Поэтому вот так. По факту это вот такое вот яйцо. Оно называется «Яйцо дракона». Здесь звучит музыка. Вы это все регулируете. Есть пульт, есть огромное количество режимов, более 16 разных режимов, и можно устанавливать абсолютно в любое место. То есть вам нужно будет только зарядочек. Вот. Либо можно использовать пауэрбэнк. А сейчас у нас будет «Бьюти». Несколько таких покупочек, которые я повторяю на протяжении уже нескольких лет. И, конечно же, это набор для ламинирования бровей, потому что свои бровки я ламинирую самостоятельно. Очень люблю эффект таких «Ball Chill» бровей. В общем, мне нравится. Выглядит, мне кажется, очень как-то свежо. Очень красиво смотрится на лице. Вот. Не знаю, видно или нет. Так что вот такой вот наборчик. Выглядит он вот так вот. Здесь 4 средства, которые нужно вносить поочередно. Все очень легко. Дополнительно вам нужно будет приобрести только ватные диски. И, в принципе, все. Такого набора хватает довольно-таки надолго. Старайтесь не экономить такие средства, как вы делаете бровки, потому что состава нужно уложить много, чтобы они у вас закрепились. Ну, мне лично такого набора хватает примерно на, ну, грубо говоря, 6-7 раз. Делаю я брови 2 раза в месяц. Бывает это чаще. Ну, в принципе, мой последний набор, мне кажется, был даже больше, чем полгода я его использовала. Так что очень крутая и выгодная покупка. Если вы будете делать брови в салоне, то вы отдадите как минимум 20 евро. Может быть, даже больше. А этот набор стоит буквально 10 евро. Так что даже не 10, вру, гораздо меньше. Не знаю, евро 7. Поэтому очень выгодно купить и делать бровки дома. Покажу вам поближе этот наборчик. Вот так вот он выглядит. Есть, на самом деле, разные фирмы, но мне ближе всего вот эта фирма. Я ее уже повторяю много раз. Вот, запоминайте. И смотрите, то есть, что сюда входит. 4 состава. Дальше вот такая коробочка с различными щеточками. Вот я уже использовала. Я пока их положила сюда. Там много штук внутри. И вот такая вот лента. То есть, как это все делается? Очень просто. Сначала здесь вот такое спиртовое средство. Просто вытираете свои бровки ватным диском и этим спиртом протираете. Дальше наносите один состав. Держите его 10 минут. Снимаете под пленочку. Держите. Потом наносите второй состав. Тоже держите его 10 минут под пленочкой. Затем вытираете состав. И наносите вот такое маслечко. Все. То есть, вся процедура у вас занимает максимум там 25-30 минут от силы. Выдерживаете достаточно долго состав, потому что может не взяться, если будете мало держать. Вот. Вот этими щеточками я наношу. То есть, вот у меня одна щеточка для составов, одна щеточка для масла. Очень удобно, быстро. Можно сделать всегда дома. Поэтому рекомендую вам этот набор. Уже сказала, стоит он котейки. На белорусские деньги я приобретала за 24 рубля. Вот. То есть, это очень комфортная стоимость, с которой может себе позволить любая девочка и делать себе брови дома. Я не вижу смысла делать брови в салоне, потому что это не та процедура, которую вы не можете делать самостоятельно дома. То есть, это настолько все элементарно и просто, что тут не нужно иметь никаких образований. Тут достаточно посмотреть одно видео, любое обучающее, и вы сможете себе нормально делать брови. Выщипывать брови себе умеют все. Пользоваться таким набором тоже может научиться абсолютно каждая девочка. Поэтому, честно говоря, я не очень понимаю, зачем многие люди ходят в салоны и делают ламинирование бровей и окраску в салонах, потому что я эти процедуры делаю сама на протяжении уже многих лет. То же самое окрашивание. Краску я покупаю тоже на разных сайтах. Тоже можно купить на Валперис. И настолько все легко делается. То есть, ну, это просто какие-то базовые настройки любой девочки, мне кажется. Поэтому не ленитесь и купите себе такой набор, и вы увидите, как ваши брови преобразятся и будут очень красивыми. Поэтому рекомендую. Ссылочки все, как обычно, в инфобоксе. Сейчас просто эпопея на пилинги для кожи головы. Я делала пилинги еще тогда, когда они абсолютно были непопулярные. Дело их, начала делать довольно-таки давно, потому что я прекрасно знаю, что для кожи головы это очень полезно. Почему люди начали делать пилинги только буквально в последний год-полтора. Я это делала давно, разными пилингами. До этого у меня были какие-то более-таки, наверное, непрофессиональные. Потом у меня был самый лучший, наверное, такой от Ладор. И потом я сходила на профессиональный пилинг для кожи головы в салоне и познакомилась вот с этим брендом. Это тоже было несколько лет назад, примерно года два назад. И после этого я без вот этой вещи вообще жить просто не могу. Потому что это лучшая очищающая маска для кожи вашей головы. Особенно если у вас кожа чувствительная, особенно если у вас кожа нуждается еще и в улажнении, если она такая сухая кожа головы. Короче, это просто мое самое любимое средство. И вот такой бренд. Тефия. Вот. Бутылечек очень легко наносится. Наносите просто на всю голову. Он такой гелеобразный. Растираете и оставляете как можно на дольше. Вот. Желательно, не знаю, от часа. Я, если у меня есть возможность, оставляю гораздо дольше. Вот. И потом просто щеточкой такой, да, специально массажной его сомываете. Очень крутое средство. Действительно хорошо увлажняет кожу головы, очищает. Поэтому обязательно себе купите. Попробуйте. Действительно, вот пока это номер один. И без него моего ухода за кожей головы нет. Я его делала тоже сегодня. Потрясающее ощущение. Здесь нет никакого ментола. То есть не ждите, что это будет какой-то ментол. Это просто очень качественный, профессиональный продукт для очищения кожи головы. Вот. Поэтому очень крутое средство. Рекомендую. Я уже, честно говоря, не помню, показывала ли я вам это боди. Но оно просто потрясающее. Вот такое вот боди с декольте. С таким красивым кольцом здесь. Вот. В принципе, стандартное боди. Рукавчик длинный, очень комфортный. Ну и здесь, как всегда, как в боди. В общем, сейчас покажу фотки на себе. Он натуральный, что очень важно. Я не люблю и не ношу синтетику. Прям нет. Только натуральные ткани. Вот. Поэтому очень удобные, классные. В общем, просто супер. Пройдемся сразу немножко по вещам. Я, на самом деле, не так часто покупаю вещи на Valperis. Для меня это больше такая площадка каких-то, наверное, что-то такого купить. Я там маску для головы или какие-то пижамки. Но вот пижамки я всегда там беру, спортивные леггинсы я там беру. Мне кажется, в этом плане круто. Но вещи какие-то брать я бы, наверное, не решилась. Какие-то джинсы все-таки нет. Можно взять, да, какое-то натуральное боди. Можно взять какие-то леггинсы. Да, но конкретно, конечно, какие-то платья или еще что-то я бы не стала брать на Valperis. Потому что я такие вещи не ношу. Но, что касается пижам, конечно же, пижамы носим мы все абсолютно. И это такой, знаете, для меня это вообще расходный материал. Большую часть времени я провожу, конечно же, дома. Я думаю, что большинство девушек тоже проводит время дома. Поэтому нужны красивые и качественные вещи. Почерпну, качественные для ношения дома. Если вы выбираете пижаму, то обязательно берите пижаму только из хлопка. Учитесь уважать себя. Не носите ни в коем случае синтетику дома. Это вообще просто... Это просто себя не уважать, носить и покупать синтетику для дома. Тем более. Никакие забудьте а-ля шелковые пижамы, которые сделаны на самом деле из синтетики, носить не нужно. И покупать их тоже не нужно. Какие они бы красивые и эстетичные не были, да, научитесь уважать себя, принимать, понимать, что жизнь у вас одна. И вашему телу должно быть комфортно. Оно должно дышать. И ваша кожа должна дышать. Потому что очень многие из вас научат синтетику. И потом у вас из-за этого начинаются проблемы с кожей. Это закупорка пор. Это очень вредно. Потом прыщи начинаются на коже. В общем, так не делайте. Я придерживаюсь мнения, что не надо дома из себя корчить каких-то секси-леди. Для того, чтобы быть секси-леди, у вас есть пенюары, которые можно надеть по случаю. Во все остальное время будьте, пожалуйста, собой. Это самое важное. Вот. А не играйте для кого-то. Сейчас очень модно покупать всякие искусственные типа шелковые пижамы. На самом деле синтетики. И снимать какие-то тиктоки, видео про дом, про какую-то эстетику в доме, про уют. Но какой может быть уют в доме, если вы ходите в синтетике? Поэтому оставляйте эту актерскую игру для кого-то другого. Сами покупайте себе что-то хорошее. В общем, такая пижама. Смотрите, какая она милая. В общем, вот такая вот милая пижама. Конечно же, из натурального материала, из хлопка муслина. Вот. Очень красивая расцветка. У меня много муслиновых пижам, поэтому я уже не знала, что купить. В сердечке категорически не хотела. Потому что в сердечке есть у всех. Посмотрите, какая она милая. Просто здесь шортики. Пижамка три. Да, вот такие небольшие маленькие шортики. И такие же длинные штаны. Какова пижамка? Короче, это троечка. Я просто в нее влюблена. Длинные штаны, шортики, еще раз показываю. И сама рубашечка. В общем, красивая расцветка. Такие сердечки, поцелуйчики а-ля. Такой очень нежный цвет. Знаете, такой кремово-розовый. Очень приятный. Все мне здесь нравится. Все идеально за эту цену. Я считаю, что это такая хорошая очень троечка. Вот такие пуговки здесь. Очень приятные с цветочками. Что касается размеров. По размерам очень вам рекомендую брать. Либо размер в размер, либо на один размер, возможно, даже меньше. Почему? Потому что это муслин. Натуральный материал, который при носке немножко растягивается. Я вообще все свои пижамки беру на один размер больше. Потому что я в них сплю. И для того, чтобы они не рвались. Потому что очень часто я заметила в отзывах девочки пишут, что при носке сзади, они как бы какие-то пижамы. Не конкретно это, а вообще, в принципе, муслин. Может вообще вот здесь вот рваться. Потому что довольно-таки тоненький материалчик. Если вы возьмете размер в размер, ваша пижама может очень легко рваться на вот этих швах, типа где там попка и так далее. Поэтому если вы не хотите таких моментов, возьмите на один размер побольше. Но имейте в виду, что при носке она немного растягивается. То есть у меня было такое, что я брала на пункте выдачи мерила. Все было как, знаете, так типа в облипочку. Потом дома, когда носишь, она растягивается. Поэтому не бойтесь, если она в облипочку на пункте выдачи. Берите смело, учитывая то, что она у вас потом растянется. Но в любом случае я брала эту пижаму на один размер больше, чем я ношу в обычной жизни. Вот. Классная вообще тройка. Прям супер. Вот. Смотрите, какая красота. Короче, тоже сейчас закажите и будете ходить. Будет очень-очень красиво. Также оставлю ссылочку на пижамку, которую я забрала только вчера. Эта пижамка тоже натуральная. Такие шортики. Они такие распахивающиеся. Берите на размер поменьше, потому что большомерит пижамка. И также входит вот такой топик. Носить дома очень комфортно и красиво. Очень красивые мешочки такие входят в комплект. Тоже рекомендую. В общем, вы знаете то, что у меня проколоты уши. Я сейчас сделала одно ушко вам показать. И у меня здесь три дырочки. В этом ушке две дырочки. Но на самом деле в этом уже заросло. Поэтому я тут ношу одну сережку. Здесь ношу всегда три. И я меняю сережки просто почти каждый день. Неизменные. У меня остается только вот эта верхняя сережечка. Вот она. Вот. Такая вот красивенькая. А нижние две сережки я всегда меняю в зависимости от своего аутфита. Это повседневный вот такой лук, как сегодня. Если это повседневный, то я ношу такие сережки. Если это вечерние, то у меня это вот каждый день меняется. Поэтому я ношу что-то вечернее. И мне нужны были маленькие сережки. В общем, которые я смогу носить. И которые не будут у меня облизать. Золотые сережки я не видела смысла покупать. Почему? Потому что вот такие сережки очень часто теряются. И очень плохой опыт, который я получила в прошлом году. Ровно год назад я была в санаторий. И потеряла свою сережку от Тиффани. В самый последний день своего отдыха. Она была практически вот такая. Как эта сережка-гвоздик. Только еще было сердечко небольшое. И она у меня выпала из ушка. У меня такие сережки очень часто выпадают из ушек. Потому что я каждый день делаю укладки. Сушу волосы, накручиваю. Хожу в бассейн. И она у меня потерялась. К сожалению, сережка была очень дорогая. Поэтому я сильно расстроилась. И поняла, что на повседневку я не буду покупать на вот такие гвоздики, которые мне нужны. Да, я не буду покупать дорогие. Потому что я не хочу еще повторения такой же ситуации. Поэтому я сейчас искала гвоздики, которые я просто смогу вот сюда вниз одевать. Вот сюда. Да, такие обычные гвоздики. Но которые не будут окисляться. То есть с которыми я могу умыться. Ходить в душ, бассейн. Вот. И я заказала такие маленькие гвоздики. Вот я их ношу уже, наверное, месяц. Они не пожелтели. Вот они здесь. Вот маленькие такие. Очень мило. Вот. Сейчас одела одну, потому что у меня кольца вот такие вот здесь. Вот здесь. Вот. Так что прикольные сережки. Рекомендую. Короче, мне понравилось. Вот. Я почитала отзывы, что они не окисляются. Ушки не чернеют. И я себе тоже такие заказала. Огромное спасибо Валперис за то, что месяц назад они закрыли оплату по факту на пункте выдачи. И теперь только предоплата. И уже больше месяца я не делаю никаких покупок на Валперис, потому что я никогда не оплачиваю заранее. Я всегда заказываю огромное количество товаров на 200, на 300 долларов. Ну, в основном это было на 200, на 250 долларов. И затем уже прихожу на пункт выдачи, меряю, смотрю. Если мне что-то понравилось, я забираю. Если что-то не понравилось, не подошло, я это возвращаю. То есть я всегда, если что-то заказываю на Валперис, то заказываю это только с оплатой непосредственно по факту на пункте выдачи. Меня не устраивает момент, когда нужно оплатить все заранее. Затем ты приходишь, меряешь. Если тебя что-то не устраивает, ты это отдаешь. К сожалению, это не мой способ покупок. Я никогда так не делаю покупки онлайн. Потому что, сами вы знаете, что на Валперис очень много вещей мыломерят, вещи не соответствуют и так далее. Поэтому как-то очень странно оплачивать заранее такие огромные суммы и потом ждать возвратов на карту этих денег. Короче, я не знаю, будут ли еще покупки с Валперис. Когда они вернут оплату по факту, то я буду опять заказывать. Пока, честно, я не заказываю ничего. Я заказываю только то, что я 100% заберу. Например, какую-то масочку для волос, пилинг, которая просто пришла, забрала и сразу же ушла. Конечно, никакие вещи с примеркой, ничего такого я не заказываю. Это огромный минус, я считаю, что для них. Потому что за месяц я могла у них сделать им хороший чек. Но они убрали эту функцию и теперь у них оплата только сразу же при заказе списываются деньги. Короче, меня такое не устраивает. Поэтому я очень жду, когда Валперис опять откроет данную функцию и я смогу заказывать без предоплаты вещи. Кстати, возможно, это связано с тем, что у меня маленький процент выкупа. Обратите внимание, это фото из моего личного кабинета. 22% у меня процент выкупа. Возможно, это очень маленький процент выкупа и, возможно, они дают оплату по факту с 30%. Зайдите, пожалуйста, в ваш личный кабинет и посмотрите. Возможно, у кого-то тоже есть такой маленький процент выкупа, как у меня. Потому что я уже сказала, что я заказываю огромное количество товаров, а выкупаю что-то, знаете, конкретное. Валперис не дает мне никаких ответов касательно процента выкупа и так далее. С чем это связано, они не говорят. В общем, посмотрите, может быть, тоже у кого-то есть такой небольшой процент выкупа и, скорее всего, что, возможно, из-за этого я не могу оплачивать на месте. Напишите в комментариях, у кого тоже такой процент выкупа и, возможно, другая оплата.